Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. «Археология вторник», «Археология человек». И у нас в гостях сегодня человек-событие, человек-собака, художник Олег Кулик. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Ну, в точке точки отсчета такое событие, мне кажется, очень интересное. В культурной жизни столицы 9 апреля в галерее Реджина открылась новая персональная выставка Олега Кулика под названием «Рамы». Роль рамы или рамки в искусстве, как, собственно, нужно обрамить искусство, как нужно обрамить жизнь, чтобы она стала искусством. Но об этом мы поговорим ближе к концу нашей передачи. А сначала мне хотелось бы понять, спросить, вообще проект «Человек-собака», он закрыт? Это был некий такой дух 90-х? Ну, наверное, да, дух 90-х. Ну, понимаете, просто если вы называете проект, одновременно говорите, вот перед нами человек-собака, то, конечно, в этом смысле он не закрыт. Ну, вы остаетесь, я думаю, вообще для меня лично вы остаетесь. Это такое было большое откровение в свое время. Да, как первая любовь. Мы начали ненавидеть современное искусство, начиная с тебя. Как начали? До этого его любили? Нет, до этого мы его не знали. Как узнали, так и стали. А это часть стратегии современного искусства? То, что узнавая, люди, так скажем, шокированы. И люди неподготовлены начинают ненавидеть. Как мы говорим, из сытых десятых, конец 80-х, середина 90-х, отмечалось одной такой немаловажной вещичкой. Разваливалась крупнейшая в мире империя. Не просто развалилась. Лоп, в три дня. И не было никаких институций, не было никакого такого, скажем так, референтного поля, кому обращаться. Но как ты себя не ведешь, ты ведешь себя вполне культурно-легитимно. Лишь бы ты вообще выжил. И такой метод поведения в начале 90-х я, скорее, воспринимаю как естественный метод вопиющего пустыни. Изображая, что все хорошо, я все понимаю. Ну, может быть, кому-то было хорошо, и он все понимал. Я не знаю, я адекватных не видел отражения этого состояния. Мне казалось, что ваш человек-собака – это нечто большее, чем просто такой крик души, как реакция на 90-е. Это какое-то такое очень глубокое энтологическое заявление. Ну, потом оказалось, что… Я думал, что это проект как бы одноразовый, что он как бы… Ну, это скорее действительно как крик души. А потом тебе на этот крик какое-то эхо ответило. Типа «Ау-ау-ау-ау-ау-ау». Я вдруг впервые поймал человеческую душу, человеческий голос. Я ничего не знал о человеке до того, как не стал собакой. Понимаете? Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. Тем больше, тем больше я люблю собак. И дальше уже появилась партия животных, проект «Новая-новая семья». Соответственно, было понятно, что человек ничем не отличается от собаки. И от многих других как бы отличных вещей. И возникла эта идея такого как бы перемещения имиджа. Ты можешь быть и собакой, и коровой, и быком, и политиком, и писателем, и режиссером, и вообще кем угодно, и вообще не париться по этому поводу. Это новая антропология какая-то? Это уже пост-новая антропология, когда всё не сводится к какому-то центру. Когда центр немножко как бы провис, исчез, как бы испарился. Какое-то важное сообщение сделать уже невозможно. Одно время было просто даже и не модно. А потом оказалось, что просто это как бы... Современный человек должен перейти на другие уровни восприятия реальности. Перестать что-то указывать как центр. Ну да, здесь очень важно в этом отношении. Это не то, что не только постмодерн, а вообще некая постсовременная перспектива, что человек не является больше мерилом всех вещей. Человек, в принципе, равен животному. Вы знаете, я вспоминал вчера буквально вот вас, вашу человека, человек-собаку, я посмотрел фильм. У меня так как-то в жизни получается, что я самые такие зрелищные фильмы, которые надо, так сказать, затаив дух смотреть на больших экранах, смотрю в самолётах. Я вот в самолёте в своё время посмотрел «Титаник», имею в виду, когда по трансляции, я в самолёте посмотрел «Аватар» Камерона. Вчера в самолёте показывали «Жизнь Пи». Не смотрели этот новый фильм? Да, старый фильм такой, чернобедный. А, новый. Нет, новый, с тигром. Где мальчик с тигром спасаются, это и мальчик-индус. Они плывут через Тихий океан в большом корабле, да, и там кораблекрушение, и спасается несколько животных в этой лодке в шлюпочке, как Ноев Ковчег, и в результате выживают только мальчик и тигр. И они неделю за неделю плывут в океане, и как-то у них возникает некое взаимопонимание. Он приручает этого тигра. Вот. И я думал о том, что, собственно, тема этого фильма – это освобождение животных. О том, что какого черта вообще животных возят в каких-то зоопарки, а они плывут на этом корабле через океан? Кто их туда погнал? Зачем там эта зебра? Зачем там эта гиена? Зачем этот тигр? Кто их спрашивал? Кто их посадил на корабль? То есть вот эта вот тема освобождения животных, она, мне кажется, очень важная. Вот вы, скажем, считаете, должны ли быть такие вещи, как зоопарки? Ну, все современные города – это, в общем-то, некоторая разновидность зоопарков. Здесь не только животные, но и люди живут в клетках и питаются в определенных местах, вот, писают, как-то. То есть они не живут, не причиняются каким-то инстинктом, они причинаются со социальным условием. Где можно, а где нельзя. Ты не можешь пописать, где хочешь. Где хочу пописать, где хочу покакать. И это, в общем-то, освобождение нашего внутреннего животного, мой проект, об освобождении и легитимации его, не разделение человека социального, культурного или какого-то политического, перестать служить как бы вот этому некоторому государству сраному, механизму, а и включить в свою естественную природу, услышать ее. Это, в общем-то, возвращение каким-то там истокам. Ну, к некой биологической основе человека, да, вот у философа Джорджа Агамбина. Духовно биологически. Духовно или вот то, что Агамбин называет bare life, вот эта вот голая жизнь, к простому биологическому естеству человека, очищение его от всяких вот этих вот репрессивных институтов, будь то общества. Но, тем не менее, вот, мне кажется, другая часть вашего проекта, она вот в том, что необходимо какое-то освобождение животных, что идет о зоопарках, о цирках, там, не снимать в кино. Вот вы в этом смысле не думали, никогда не смыкались с этими борцами? Нет, 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 я очень много думал, и как раз я считаю, что животных в массе своей нужно стараться социализовать. Если это правильно делать, то это очень большое благо, это выжили гораздо больше. В общем, человек не сможет так эволюционировать, что как бы дать свободу дикому миру. В общество вписать? Да, вписать. Есть заповедники, важно расширять их, заповедники, там, какие-то специальные места, где сохраняются кусочки дикой природы. Но кусочки дикой природы, это и есть кусочки дикой природы, все равно они же все резервации, как бы, полутюрьмы. Но они придуманы, да. Я знаю кошек, которые, ну, так живут с хозяевами, там, или собак, там, в душу, они заболевают, они просто абсолютно, или вот, выздоравливают, когда хозяева появляются. Там уже какая-то вполне нормальная социальная, как бы, такая, общение возникло. Поэтому ответственность должны нести за этих животных так же, как и за детей. Ну, и за детей должны нести ответственность не так, как у нас в стране, а так, как, допустим, в Германии. И тогда возникнет очень такой правильный настрой. Но не в этом же цель. Не то, чтобы и этих полюбить, и тех полюбить как-то насильно. А вообще включить этот механизм в ВИИ. Его включить. Его не включили две тысячи лет назад. Единственное, там, первого человека, который попытался включить, его тут же распяли. И дальше начали неграмотные ученики строить, как бы, механизмы, церковь, вот, с которой мы до сих пор, как бы, боремся все. Ну, вы знаете, вот к вопросу о церкви, мне кажется, что вот этот механизм любви, вернее, корни этой нелюбви к природе, к животным, они заложены глубоко в Библии. В, собственно, в книге Бытия, происхождение... Нет, но это Ветхий Завет. Ветхий Завет, да, происхождение, когда человек поставлен царем над всеми животными, сотворён в последний день, дух отделён от природы. Ну, вы знаете, ну, это прекрасная история, прекрасная... Ну, это прошлое. Человечество становилось именно так, и дух пробивался очень тяжело через этот весь этот, как бы, вот, брутальный, как бы, ледниковый период, грубо говоря. Вот. Но потом пришло откровение, уже, как бы, на человека развитого, очень осознанного и понимающего, что есть что-то, что ты растёшь не только снизу вверх, но и сверху вниз что-то на тебя сходит. Вот. И потребовалась какая-то высокая организация интеллектуального этого механизма, который был осознан, уже, так сказать, там, людьми пять тысяч лет назад, как созидательная энергия сознания. Вот что это такое? Это механизм, только, в общем-то, он и исследуется. И двадцатый век – это коллапс, когда попытались, как бы, смухлевать, когда попытались идеологией заменить дух. Да, идеологией мобилизовали огромные массы. Эти огромные массы смяли друг друга в кровь, в лепёшку. И, знаете, получилась какая-то чушь такая. Это механизм без, как бы, вот, без души, без теплоты, без способности жертвовать. Попытались отменить жертву. Но Христос-то ведь сказал, что не жертву надо отменять, а жертву нужно менять место. Не внешнее, а внутреннее, а обрезание сердца. Оп, и тут же его прибили. Тихо. Вот этого не надо. Обрезать будем только снаружи. И только другим. Себе ничего. А другим всё. В этом же ключе можно и понимать то, что вы, как Антоний Падуанский, проповедовали рыбам. По-моему, последний раз в Лондоне это делали. В прошлом году. С большим удовольствием. Вы себя здесь сравниваете с Франциском Асиским? Я не сравниваю, я просто посвящаю это Францискому Асискому. Конечно же, я не визионер. И для меня, скорее, это был такой жест аутиста, как ни странно, такого. Где ещё ты себя ощутишь, действительно, в тишине и покое, как не под толщей воды в центре Лондона, днём. А что вы читали рыбам? Я читал Иова из Ветхого Завета. Как раз описание бегемота. Какие у него ноги, какая у него челюсть, какая морда, какая сила, какой запах, какой хвост, как он бегает, как он кричит, и все джунгли дрожат. Это странное было описание такого лепидомтомолога, какого-то специалиста по редким животным, ценителя природы. Это Бог говорил. Библии, Бог не так много говорит чего-то. Как рыбы реагировали? Ну, вы знаете, рыбы реагируют, кстати, одинаково. Тупые существа, они все заплываются под сутану, тебе забиваются вокруг тебя, ты такое самое тёмное место. В общем-то, редко-редко какая-то совсем обдолбанная рыбка перед тобой плавает. А так ты, в общем-то, видишь такую толщу воды, какие-то лица людей, такие, знаешь, под огромным стеклом. И тишина. Такая дикая, потрясающая тишина такая. И ты читаешь какие-то слова такие, как будто как слова Бога, под водой на английском там как-то. Потом выпрыгиваешь, дыхаешь в воздух. И кричишь. Всякая тварь стенает и ждёт откровения от сынов человеческих. Ну что ж, у нас в гостях художник и проповедник Олег Кулик, проповедующий в том числе и рыбам. Мы продолжим наши разговоры о горнем и дольнем после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». У нас в гостях сегодня человек-собака, человек, проповедующий рыбам, человек сейчас. Вот в последние дни в Москве открылась выставка рамы. Человек, который заключает жизнь в рамы или наоборот, выводит жизнь из рамок искусства, Олег Кулик. Ну вот говорили мы о отношении живого и неживого, об отношении одушевлённой и неодушевлённой материи. Мне кажется, это для вас очень важная тема. Вот, скажем, когда я смотрел в рамках проекта «Человек-дог» в Театре практика ваш монолог, где ваш монолог читает Антон Кукушкин, актёр, для вас очень важная тема, как я понимаю, вот таксидермиста. То есть, человека, который делает некие, так сказать, муляжи живого. Художник. Да. Художник вообще-то аксидермист. Конечно. То есть, он живое превращает в неживое. Ну, какое-то живое ощущение, какое-то живое, так сказать, чувство, или какой-то, так сказать, примеклювший образ, который как бы отразился, эмоции в душе, он переводит в материал. Ну, натюрморт, да, тоже слово натюрморт. Природа делает мёртвой. И талант художника часто из-за того, насколько он точно, насколько глубоко сумел передать не только внешние какие-то параметры этого события, но и главное, вот это ощущение его. Вот в этом смысле не даёт покоя чёрный квадрат. Формально как бы вещь слабая, как говорит Илья Глазунов, но любой дурак нарисует чёрный квадрат. Угу. Вот. А эмоционально очень задевает, законцентрируется, беспокоит, ну, что же он хотел сказать, и сказал, и что, и что сказал. Но это живое или неживое в чёрном квадрате? Ну, если взять всего Малевича и всё искусство, это очень живое. Это попытка вернуть искусству его подлинную основу. Что искусство, это то, что на нём изображено, как бы, вернее, то, что оно само собой представляет. Это просто чёрный квадрат и ничего больше. Он ничего не изображает, он сам по себе есть. Это важный такой был манифест. И весь 20-й век это, в общем-то, уход от всяких, так сказать, этих идеологического сиропа, которым сильно, обильно поливают, так сказать, любое другое идеологическое или, как бы, так сказать, массовое искусство. Ты прорываешься к основе рамы, к фактуре, к цвету, к каким-то композиционным вещам, то есть к каким-то вещам, которые ты можешь здесь и сейчас ощутить. И это при этом шло в рамках развития общества, дизайна, формы строительства мира, расширение, как бы, вот этой вот эргономики, пластики новой, современной, ну, новой системе архитектуры, человеческих отношений, более демократических, более открытых. В то время орнамент вообще был объявлен преступлением. Либо дегенераты, либо аристократы. Используют элементы украшения, тело, или, так сказать, одежды, дома, фасады. Ну, это в западном искусстве, да, скажем, в исламском искусстве орнамент или там в индийском орнамент единственное возможное. Как примитивное. Кстати, богатые индусы сейчас строят очень как бы экономично, там, стекло, бетон. Это только как бы такое архаическое создание. Ну, а рабы-то по-прежнему орнаментом увлекаются. Ну, кстати, рамы ваши, это тоже, поэтому, в этом же числе, вы смотрите, как орнамент может изменять содержание внутри него находящееся. Абсолютно. Ну, не то, что орнамент, а визуальный образ, да, можно сказать, что он орнаментален обязательно на раме, поэтому там фигурки повторяются. Но, как этот образ, и, в общем-то, создает образ внутри. А образ внутри задан как раз вот этим, это вы говорили, не знаю, кто-то говорил, рамкой. С силуэтом еще. Там еще с темой рамы смыкается тема силуэта. Или мы еще в 90-е годы разрабатывали такое понятие конфигуративное искусство, которое только намечает тему, но отношение может выразить любое. Это как бы вот создает такие блики. Вот. Мы думали сделать выставку, даже и делали что-то, называлось, о прозрачном в искусстве, где собирались работы, которые только на чем-то фокусируют тем или иным образом взгляд. Но ты всегда как бы видишь что-то еще. И не понимаешь, собственно говоря, в чем смысл этой фокусировки или того, что ты там видишь. Это очень интересно. Там он в то же время Дмитрий Пригов, по-моему, говорил о мерцательной эстетике, о таком мерцающем, непонятном, неопределенном отношении к объекту. Ну, я думаю, что все шло к тому, что искусство прийти в некоторые рамы. Что, во-первых, тут еще и рама как раз возвращает нас к каким-то очень древним истокам искусства, такого сакрального искусства. Рама возвращает сакральное, эстетическое. Как что-то, как просто взаимоотношение конечного и бесконечного. Ну, рама же она вообще делает искусство в итоге. То есть, искусством номинируется только то, что заключено в раму. Да, это то, что названо искусством. Ну, рама это то, как мы понимаем какое-то высказывание. Да, да, это способ восприятия. Ну, мы, Олег, еще вернемся, ближе к раме, еще раз анонсируем вашу выставку. Пока что меня вот интересуют ваши эти, как их даже назвать, чучело, куклы, вот, теннисистка, Гагарин, это вот такие огромные, большие муляжи, и причем там видно, как... Лев Толстой. Да, Лев Толстой, как они сделаны, вот эти вот, с швами они сделаны. Это тоже вот ваше исследование отношения живой и неживой материи? Ну, показать, что они неживые, показать, что они мертвые. Они не огромные, они абсолютно идеально на натурального размера. Они кажутся очень большими, когда это подвешенная теннисистка, я помню, она была. Девушка, конечно, застывшая девушка. Да. Ну, проект изначально замыслялся вообще для зоологического музея. Я очень представлял, там очень красиво, я любил музеи эти, и как-то поражался этой бесконечной фантазией художника. Выставить людей в зоологическом музее. И вдруг какой-то человек шел бы там в ряду и видит там какой-то медведь прыгающий, какие-то обезьяны, лоси, какие-то там дельфины, тюльпаны, и вдруг, хоп, и Курникова стоит. Человек такой вот естественно, но она же звезда, она тоже как бы биологическая самая, ну, швы видны везде, ну, офигенно, вот как бы художником вы в лучшей позе, пойман, он как бы лучший памятник ей. И посмотреть на реакцию людей, как бы, человек вот идет, и такой, а-а-а, и то есть, то ли восхищает, а я, то есть, знаешь, он же себя-то не мыслит таким барсучком, кроликом, как бы, я-то как бы другой, я вообще не умираю. Тут человек сталкивается с фактом смерти, вот так. Знаешь, как бы, что ты такой же чучелка, который бессмысленный, как вот барсучок грызет, а это там прыгает, а это бьется ракеткой. А я вообще, так сказать, слесарь там, или там, не знаю, писарь, или я подслушиваю, так сказать, разговоры врагов нашей Родины. У тебя такой же барсучок бессмысленный, который потом, в лучшем случае, шкурку натянут на барабан, поставят и говорят, вот, смотрите, доносчик Советского Союза, лучший, как бы, Иван Иванович, такой-то вид, такой-то цвет, такая плодовитость. Но в зоологическом так и не удалось это экспонировать. Нет, не удалось, это как бы уже потом и не надо было. В зоологическом, кстати, группа «Война» провела акцию. Это же то место, где они помогали мне делать мои портреты обезьян. Были тогда еще ассистенты и молодые, закройщики одежды. Поэтому они как бы, как дань, как бы, нашим отношениям, ну, как бы, этой ситуации, они пришли в этот же музей. За наследника «Медвежонка» воспроизвели там же в зоологическом музее. Да. Этот музей еще чем такой знаменит, что там, как бы, не так много людей. Там животных больше, чем людей. Туда будут экскурсии, но когда приходишь, и вообще никого нет. Никого. Не смотрители. А такие шикарные инсталляции. Такие там выразительные. А какие задники там красили художники. Там большие художники работали. Они перспективой передавали ощущение моря, прибоя, чая. Там обкаканных скал, как они обкакивали. Я у них учился, как бы, обкакивать. А это когда «Лев Толстой и Куры»? Да, «Лев Толстой и Куры». Как раз я вот у художника-таксидермиста учился. Ну, с ним вот, как они. Они называют себя, как бы, инсталляторы живой природы. Они действительно делают живое. Живое, живее же, как Ленин. А в центре у нас страны вообще лежит просто потрясающий такой объект. Вот вы говорите, и я хотел, такой художник. У нас вся страна в центре содержит такую Курникову. Ну да. Или, так сказать, «Лев Толстого». Как у нас был Ленин сказать, таксидермия является она сложнейшим из искусств. Конечно, и важнейшим. Важнейшим является и кино, таксидермия. Ну, просто по факту в центре нашей Родины великолепный артефакт. Золотоволосый человек с ромбовидной пластинкой в голове. Вы считаете, как устроен был Вавилон, Вавилонская башня. Это якобы ахаяная вавилонская блудница. Ну, это же, да, это зекурат вавилонский щусев-щусев построил. Она находится прямо в центре. И самый дорогой ресторан, кстати, находится прямо напротив. Он разрастается всё время. Люди едят, едят и поглощают эту энергию смерти, видимо, как бы укрепляют тебя в такой страхе перед жизнью. Гум-гум-гум. Гум-гум. У вас в ЦУМе, по-моему, была... У меня в ЦУМе. В ЦУМе. В Гуме не делали. Подожди. Но в Гуме интересно тоже было бы. Там энергетика такая. И личу тянет. И лич еще отомстит за себя. Я вообще считаю, что единственный святой в 20 веке это был Владимир Владимирович Ленин. Он стер эту вот, как бы, фальшивую религиозность с этой стороны. Фальшивую, декоративную. Когда Бога потеряли, обрели только одни иконки, как бы, одни какие-то образы, одну, так сказать, вот этот вот сенот, одну, истерство. Ту связь, как бы, живую. Она хоп была разорвана. И тут, конечно же, появился единственный, кто ее удержал, эту связь. Но только через такую адскую молебуку и муку. Это Владимир Владимирович Ленин. Поэтому и похоронены его даже не могут. Он настолько святой, что прикоснуться ему, что он горит, как бы, в таком аду, ДНК своей, этой неразложимой плоти. А мы-то думаем, что он-то зачем вина? Конечно, нам выгодно думать, что на Березовского все равно все равно все не повесишь. А вот на Ленина все можно повесить. Но уже столько повесили, что если его зароют, Россия тут же уничтожена будет. А куда же эта святость, если вы говорите, он снял ее, как же она сейчас, вот это вот, возрождение всей этой святости? Это извините меня. То, что происходит сейчас. Или это вот симуляция? Это возрождение, да, это, мягко говоря, вот то, что, знаете, называется повторением. Повторением, как бы, попытка воспроизвести копию утерянного оригинала. Но копия, к сожалению, это будет всегда копия. Как Храм Христа Спасителя, да? То же самое, но из гипсокартона. Ну да, как Храм Христа Спасителя. Очень быстро и очень некачественно. В духовном смысле. Ну вот мы уже вышли на эту тему, тему веры. 2009 год был... 2007. 2007, да. Был ваш большой проект на винзаводе. Меня, помню, очень глубоко впечатлил, как эти вот эти вот подземные пространства. Это же важно было, да, что на винзаводе вот эти вот какие-то гигантские динозавры там вот эти вот были. Для вас какое-то вот это было переосмысление вашего отношения к Богу, к вере, к религии. Насколько вообще вам комфортно работать с темой религии? Ведь сейчас это очень опасно. Такая становится очень конфликтная тема. Посмотрите, что с карикатурами на пророка Мухаммеда происходит и так далее. Ну, вы знаете, у меня не было никогда такого при этом большого энтузиазма по поводу каких-то, ну, скажем так, этических вещей, как бы это неправдоксательно сказано. То есть, для меня религия, как и культура, представляла область человеческой деятельности. Но всего того, что я больше принадлежал самому искусству, меня интересовали формальные вещи. Вот. Мне интересовались идеологические вещи. Это был горизонтальный очень такой посыл. Коммуникация горизонтальная. Но всегда фоном присутствовали какие-то бабушки, дедушки, кружки, какие-то секты, комментарии в искусстве, эти ссылки, цитаты. Как бы, знаете, из небытия поднималась такая огромная, ну, я личное восприятие рассказываю, такая огромная-огромная волна, вот того, что называется трансцендентная. И она присутствовала, знаете, какая-то есть политика, есть трансцендентная, есть экономика, есть современное искусство. Есть мама, есть папа, есть там любовь. Все такие мощные. И в какой-то момент вдруг что-то начинает фонить. Ты понимаешь, что как бы общество, в обществе создается не все в порядке. Странным образом какое-то есть напряжение, есть опасность какая-то. Не то, что там тебе лично, а опасность вот какого-то социального, так сказать, хаоса, коллапса. В общем, на разных уровнях. А при этом с каким-то другим ухом ты условно все время слышишь это вот как бы там колдуны, ведуны, бабки, боги, так сказать. Какое-то странное взывание ко всем этим темным силам. Или светлым, или каким-то, но иным, невидимым, незримым. А в искусстве эти категории хорошо проработаны, но они перенесены как бы в некоторую такую метафору. Вдохновение, знаете, как-то аура произведения. Это работающая категория, но мы ее сильно не отрываем от материала. То есть, в любом случае, все эти акты это метафоры сейчас, в 20-21 веке. Здесь идет речь о подлинной вере, как, я не знаю, там, понимаете, для художника метафора все-таки, это очень работающая вещь, потому что она за собой влечет материальные конкретные изменения. В конкретном случае надо потратить деньги на проект, чтобы выразить метафору. И другой цели нет у этой метафоры, перейти к чему-то реальному. Поэтому для художника это работа с реальностью. Общество также, просто общество платит дороже. Художник может изобразить все что угодно, ну, заплатит своим сном, своим, так сказать, его не купят эту работу или что-то еще. А общество платит какими-то, так сказать, ну, реальными, там, каким-то спокойствием, какой-то предсказуемостью. Вот. И поэтому эти модели могут пересекаться. И для художника часто то, что происходит в жизни, он это узнает. Он с этим, ну, как вот протестные движения. Все перформансы 90-х, они наносили такой оттенок, как бы, ну, это был абсурдистский протест. Вообще, против, как бы, вот хаоса. Да. Вот. То в 90-е годы эти же действия, такие же действия похожи, приводят резко такой социальный характер. За это, против этого, для чего, для этого, от этого. И поэтому идет резкое расширение. Но расширение именно перформативной практики. Мало кто понял и специалистов, уже не знают современного искусства, они думают, что оно не влияет на их жизнь. Они не могли проанализировать, почему оно появилось, все вдруг поняли. Ну, да, то, что вы говорите, наверное, вот, там, Мавдей Тараганьян, да, то, что он начал именно как очень социально резко заострил вопросы веры. Да, ну и где сейчас Тараганьян в изгнании в Праге, фактически. Во-первых, он, может быть, скоро вернется, там уже как бы к тому идет. А во-вторых, ну, время, он был немножко позже. Всех, кто был позже, все было жестче, жестче и жестче. Вот, ситуация. Она кристаллизовалась. При Путине она вообще превратилась... Общество все более чувствительное становится к вопросам веры. То есть, это какая-то такая неожиданно больная мозоль, что ли, найдена? Ничего не чувствительная. Это единственная зона спасения. Наоборот, безчувствие настолько стало, что теперь можно и верой прикрываться. Настолько бесстыжно и бесчувственно, что вера, то, что как бы является исключительно внутренним делом каждого, вдруг была вынесена наружу. Мы же явно на пороге того, что серьезных катаклизмов, когда мы вдруг выясняем, добрый ты человек или нет. И если ты не очень добрый, мы тебя будем как-то вот наказывать. А эта категория, как бы, ну, абсолютно, как бы, абстрактная. Поэтому говорить публично о вере, это и есть сатанизм. Вот, как бы. Хорошо. Призывать верить, сейчас надо верить в то, что нужно верить в Бога. А акция Пусси Райт, это акт веры или это чисто художественная практика? Ну, да, конечно же, чисто художественная практика. Вы считаете, там не было обращения к Богородице? Там было. В том числе. Понимаете, никто же не знает, на самом деле, как, так, давайте откровенно говорить, ну, может быть, там, не знаю, апостол Павел знал, как обращаться к Богородице по-настоящему. Все как бы такие ритуалы. Вот. И вот мое личное мнение, что молитвы все решает искренность. Вот. Если все-таки в этом акте видеть какой-то элемент молитвы, даже девочки этого не закладывали, но просто по контексту, церковь, так сказать, Богородица, то искренности в них было больше, чем у всей РПЦ за всю ее историю. Ну, вот я, да, я к тому говорю, что это может быть такой неожиданный, вот вы Христа вспоминали, как изгнание торгующих из храма. Тоже это некий неожиданный, искренний жест. Абсолютно. Это было... Несвойственным учителям мудрым. Не сравнивая тех и других, но я имею в виду по искренности и неожиданности как бы евангельской простоте этого жеста, мне кажется, здесь было почти то же самое, если говорить о Пусси Райт. Ну, что ж, о том, как ситуация с Пусси Райт перевернула наши представления о границах, о границах искусства и жизни, о границах допустимого, о месте производства искусства, поговорим после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». В гостях у нас сегодня Олег Кулик, художник. Говорим мы о рамах, о рамах, которыми ограничено искусство. И сейчас в галерее Реджина идет выставка, новый проект Олега Кулика под названием «Рамы». Вот он открылся в апреле и будет до июня, да, Олег? До 16 июня. О рамах и рамках, о границах искусства. Вот мы остановились до перерыва на Пусси Райт. Вот они каким-то образом, да, как Маяковский, да, я разом смазал карту будня. Вот они смазали эту карту будня, они смазали какие-то границы между искусством и неискусством? Не, ну, они скорее, как бы, обозначили эти границы. Как далеко может произойти путаница с рамками между властью светской и властью духовной. Вот это вот перепутывание этих рамок, это и есть, в принципе, основа любого, так сказать, недоразумения, любого беспорядка. Вот. И они указали на эти, как бы, вот немножко ткнули в это место, где они, как бы, были неправильно соединены, где были рамсы, попутали, знаете. Вот. И поэтому, собственно, получился такой эффект. Но, с другой стороны, они не, ну, так скажем, где место современного искусства всё-таки? Смотрите, не надо указывать место современного искусства. Современное искусство – это как воздух. Всё остальное – это производное современного искусства. И посадите, где место, как бы, вот свободу духа. Найдите место свободу духа и посадите его, наконец, под клетку. Ну, надоело, как бы, где место современного искусства? Оно вездесуще, как черви. Черви водятся везде. Знаете, был такой пропагандистский фильм, и там в небе, по земле, и под землей ползут такие бодрые червячки. Ты-дык, 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 ты-дык. Современное искусство пронизывает всё. Это радиация, это дух восприятия, где живое отделяется от мёртвого. Радиация, да. Радиация – это хорошая. Поэтому РПЦ – это просто маленький частный случай современного искусства. Не надо здесь сильно зацикливаться. Давайте поговорим о буддизме. Это куда перспективнее, как бы, такая телега. Вы изучаете буддизм или практикуете? Ну, я просто какие-то основы философии читаю. Для меня это потрясающее такое, это откровение. Вы же какие-то рамы свои из Тибета вывезли для этой высоты? Да, ну, на входе как раз это вот такой коридор, отсекающий заблуждения, очень серьёзный исследовательский инструмент. Люди, которые там ходят долго, потом начинают пары, там говорят, мы поняли с мужем, какие мы разные. Мы поняли, какие мы близкие. Так что там можно смотреть с двух сторон. Там внутри, где как бы я представляю, как ад. Это такой больничный свет, и человек видит только себя, и не видит перспективы, церкал бесконечных. А с другой стороны, человек видит другого человека, который видит только себя. Но зато видит перспективу всю, он видит такую красивую меру. Для него этот человек, он в огне, но для него он как ангел, который окружён таким вот этой, резьбой этого огня, остывшего огня, символизирующий рассеяние заблуждений. Этот огонь уже не обжигает, холодный огонь. Но холодный огонь, это когда ты любишь всех. Ну и ты там присутствуешь, там отражение тоже есть, ты как бы себя из этого пантеона не выкидываешь, но ты вдруг растворяешься. Мир пробретает единство и бесконечность. Вот. Это, Россия, это буддистское, да? Россия не заблуждение, это одно из буддийских состояний, да? Ну, это основа всего страдания, если кто-то страдает, и люди не страдают, тогда как бы им там буддизм не поможет, им вообще ничего не поможет. Возвращаясь к Пусси Райт, и вообще к акционизму, вы себя, вот если пытаться определить свой жанр в искусстве, прежде всего, как акционист, видите, учитывая то, так сказать, ваши наиболее резонансные акции, то, что вот человек-собака... Да нет, я скорее пограничник. На границах разных жанров? Нет, на границах живого и мёртвого. То есть, как бы так, я так... Знаете, как бы могильщик убирающих тканей. Когда ты чувствуешь, где как бы идёт повтор, начинаешь меняться, начинаешь меняться. Где идёт повтор, там мёртвое? Ну, конечно, как бы повтор это и есть, как бы попытка отключиться от канала такого, попытка сбежать, как бы, и делать что-то уже более автоматическое, более привычное, более предсказуемое, как бы впасть в такую расслабуху, кайфушество, раствориться, как бы, раствориться в таком говнеце, в сиропе такого комфорта. И, знаете, как бы имя дьявола первое, комфорт. Когда они говорят, слушай, я ничего плохого не хочу, просто я люблю комфорт. И всё, и понеслась, как бы, так сказать, и там гвозди застучали, всех заприбивали. Современное искусство в этом отношении, это пространство дискомфорта? Ну, в принципе, такое заточенное искусство, передовое, авангардное. Конечно же, оно как бы выходит на ветер. Ну, в общем, да, вы знаете, просто вы здесь очень хорошую метафору употребили как радиация, все проникающие с другой стороны. Ну, вспоминая свои встречи с большими массивами современного искусства одновременно, там, не знаю, премия Кандинска вот недавно была, или Бейдали современного искусства, понимаешь, что каждое высказывание, оно так или иначе как-то режет тебя. То есть оно в результате идёт и наступает на все мозоли, проходит по всем болевым точкам. То есть мне кажется, что даже сложно вспомнить такую комфортную вещь современного искусства. Мы же не будем называть там, я не знаю, условного Глазунова, Шилова или Андреяку. Есть и Демиан Гёрст, и Кунс, очень комфортные, очень сладкие. Есть Мураками, да, огромное количество просто там сиропа, ну, такого первоклассного сиропа, очень чистого, очень клёвого, крутого китча, очень много. Многие работают в жанре такого циничного китча. Но это стёк сиропа всё-таки этот, я не знаю, акула. Акула это заспиртованная, херстовская, или этот череп с бриллиантами. Это и всё такое смеяние уже. Мы едем на море, и там всё равно проводим много и в кафе, и в ресторанах, и, в общем-то, под пальмами. Вот, так что, есть и ландшафт какой-то современного искусства. Какие-то самые передовые, радикальные вещи, они именно из контекста возникают. И дальше развитие. Там, писсуар Дюшана сразу не оценили. Выставка 13-го года, когда привезли весь авангард в Америку, провалилась. 13-й год, где была шагающая по лестнице, так сказать, разложенная на составные части девушка, была подвернута жуткому осмеянию, и сказали, это не девушка идёт по лестнице, это лестница идёт по девушке. И всё, и тему авангарда закрыли. До 45-го года. А вот после войны, когда, когда увидели ужасы, это катастрофы, Пикассо гениально изображал в геронике образ видения современного человека такого масс-медиальных взрывов, где куски газет с кусками тел летят. Это гораздо больше передавало дух эпохи, чем художники, которые живописали натуралистично образы раненых. Не, ну, может быть, и раньше всё-таки, не в 45-й год, а уже после 14-го года, после Первой мировой войны, после 18-го, когда и немецкий экспрессионизм пошёл, и брюки, и... Нет, нет, это там особо не пошло всё. Это, ну, узкие галереи были, это был какой-то европейский бзик. Авангард, как бы, в Америке, как бы... А, вы в Америке имеете в виду? Именно в Америке, да. Но Америка очень консервативна же в этом отношении, очень такая буржуазна, в своих вкусах. Да, но в 13-м году, как бы, в Европе уже был авангард, просто фантажичёрный квадрат был нарисован. А в Европе всё ещё рисовали коровка, за которыми гоняются дядьки в шляпах. Это всё было... Вот это было главное искусство, в всех музеях выставлялось. А после 45-го они захотели быть самыми модными. ЦРУ включилась даже в это. Почему русское искусство такое в заднице? Да потому что им не занимается ФСБ. А на Западе занялись... Но они занялись не личными делами, что там рисуешь, кого-то пародируешь. Они концептуально подошли. В чём сила, с чем может помочь американской гегемонии современное искусство? Они поняли, что нужно разбивать национальные образы. Хватит пересывать, не знаю, немцев, или французов, или румын в национальных костюмах. Нужно искусство, которое объединяет. Абстрактное, геометрическое искусство идеально подходило к тому, чтобы мир стал смотреть единым взглядом некоторым. Нужно было навязать ту форму, которую никто не мог приватизировать. То есть культурный код глобализации. Да, глобализация и неразъединение. И поэтому Марк Ротко резко как бы из какого-то нищего пьяного художника или Джексон Поллок, который рисовал пьяный, спотыкаясь от тазики в мастерской, возвращаясь в пьянок, вот и заливая полом как бы все холсты расстеленные. Они оказались гениальные художники, гениальные как бы, так сказать, первооткрыватели. И действительно это была свобода духа. Они действительно, но дальше и пошло очень много других направлений и в дизайне, и в форме. И непонятно, и конечно сопротивление консерватора началось сильно. Но в Америке никто не воевал, если вам никто никого не уничтожал, и идеологически. Да, появились абстракционисты, но и старое искусство поддерживали многие коллекционеры, музеи. И самые большие гонорары и степени сейчас получаются эти самые консервативные художники, типа нашего Глазунова. Там нет такого... Они, может быть, ненавидят друг друга, но не так ненавидят, ненавидят, как у нас. Никто никого собирается убивать, садить, обсуждать. Это возникли разные планеты, которые знают друг от друга. А есть искусство, которое обслуживает негритянский рэп. Художники офигенно рисуют. Но они рисуют на стенах клубовых домов, вип-ях, каких-то огромных татуированных мужиков, какие-то как тени вуду, движутся по салону, танцуют какие-то прически, девчонки. Это вообще особо. А есть тату, а есть граффитисты, которые сейчас в музеях выставляются, Бэнкси и так далее. Понимаете, это вообще современное искусство, это не современное искусство. Сейчас считается там ленд-арт, а шире, так сказать, паблик-арт. Это самое креативное и мощное искусство. Оно мощнее еще есть, это саунд-арт. Это полная темнота, как бы, и какое-то просто звучит медленно, гвоздем, ведут по стене, под звуки какого-то там, ну, не знаю, просто сопровождение с какой-то минимальной вибрацией. Так что современное искусство уже разошлось, заполнило все. И сейчас вот выход группы ФНН перед Путиным, понимаете, весь мир обсуждает этот образ. Путин, кстати, стал суперзвездой, реально, суперстарым стал, благодаря этим украинским девчонкам. И кто делает политику? Все эти, так сказать, что там было за версия, кто там что-то обсуждал, как бы, никто уже не помнит. То есть фактически они сделали политику. Они сделали, просто, вот это в Ганновере стало событием, как это прорвалось, какой-то дух, какая-то свобода, какая-то игра. Ну да, в этом смысле современное искусство замещает несуществующую политику, реактуализирует политику, да, точно так же, как у нас поступили Пусси Райт или как поступала группа Война. Оживляет, да. Она оживляет, она как бы делает ее... Знаете, по большому счету, эти акции для искусства не играют такой большой роли, как там музейная деятельность. У нас практически нет музейной деятельности, настоящей, вот большой, серьезной, которая бы вот анализировала культуру с точки зрения памятника визуальной фиксации времени, которая производится в Европе, в Америке, в Китае сейчас большая работа начинается. У нас она, конечно, к сожалению, такая как бы случайная. У нас до сих пор самый главный музей Пушкина. Просто собрание гипсовых слепков. Самый главный музей это музей гипсовых слепков. Всего, что сделали другие. В центре нашей Родины вечное чучело, нестареющее как бы. Вот. Главного ненавистника всех богов, всех, так сказать, мистических учений. В стране, где все пропитаны сейчас просто. Газета Оракул как бы бьет все рекорды, которые возможны. Вот. Ну и храм, который сделан как бы из какого-то не очень интересного звукопоглощающего пластика, где вообще нет эха. Такая, как у вас на студии. Я чувствую себя как фраме Христа Спасителя. Господи, помилуй меня. Ну да, разве что скрижали не висят на стенах. Ну, в этом отношении Россия, она неизменно консервативна. То есть, тот взрыв русского авангарда, который был сто лет назад, он так, в общем-то, разлетелся в мир. И с тех пор русское искусство, вот как вы говорите, Америка после 1945 года стала производить глобальные культурные коды, денационализированные. А мы остались вот то, что вы говорите за исключением каких-то? Нет, вы знаете, ну почему? Ну, при этом Сталин пытался сделать тоже глобальный такой ход. Ну, не Сталин, Ленин. Это глобальная революция. Это, кажется, было поправлено. Нет, сто лет назад, естественно. Вот этот взрыв русской революции, взрыв левого искусства и русского авангарда. Но прошло сто лет, а с тех пор... Нет, а с тех пор, конечно, мы стали такой местечкой вот истории. Вот. И даже... Это не так страшно, понимаете, всегда там есть перемещение, есть отдых, есть, как бы ты вдыхаешь, у тебя много энергии, это есть, ты отдыхаешь. Вот Россия выдохнула, а вдохнуть больше не может, как бы так сильно выдохнула, как дедушка, и сейчас кашляет. Вот кашляет последнее, когда там, как бы, кашлянула в 71-м году, вот докашляла до, как бы, вот до Судана в Пусси Райт. И, как бы, надо ее хлопнуть по спине, мне кажется, вон она прокашляла, что-то выскочила, какая-то гадость, эта вот кость в горле застряла, в виде маммавзолея, как бы. Но его нельзя просто так выкашливать, как бы, его надо принять, его надо понять, что же произошло в 20-м веке. Как это, какие рамки установить этому? Рамки, как бы, черные, белые, там, полосатые, как бы, принцесские. Искусство – это такой, так сказать, чистый кубизм, это вот эти вот кубические формы, его красно-черный вот этот вид, он целиком – это одно из последних произведений авангарда в архитектуре, если так подумать. Ну, не знаю, если это так, то это какой-то совершенно дьявольский умысел. Современное искусство совершенно противоположно всякой магии, всякому колдовству, всякой, так сказать, этой мистики. Это попытка обрести вот в конкретном материале, в конкретно проявленные вещи, вот, вот этот образ реальности, дух реальности здесь и сейчас, не отвлекаясь ни на какие идеологические, какие-то вот эти… Ну, да. …ауротические игры. Расколдовывание мира, то, что Макс Лейкер называл. Да, и Мавзолей, скорее, это камуфляж чего-то очень архаического и дикого, то есть вызывающего страх, побуждающего страх и ужас. Камуфляж под современные формы. Понимаете, как там какой-то диктатор Африки может приехать в красивом костюме Гучи, как бы, быть вежливым, конкретно с дамами, а при этом он уже там съел только что там, не знаю, своего там соседа. Ну, у нас вообще страна камуфляжа очень сильно. Бутафории. Да, страна-страна-страна бутафории. Вы знаете, вот я сейчас хочу уже снова вернуться к вашим рамам. И вот вы говорите, что современное искусство, оно существует уже повсюду, да, как радиация. Но смотрите, вот скажем, ваши акции с Человеком-собакой, вы их все-таки проводили в музейных пространствах. Да, вы перед Цюрихским Кунстхале там кусали людей. Вы укусили арт-критика. Не кого-то не случайного прохожего, а укусили арт-критика. Или там в Нью-Йорке вы спали на коврике в галерее. То есть все-таки в этом отношении пространство музея, оно остается некой такой легитимизирующей инстанцией. Ну, я никогда не говорил, что я как бы покидаю территорию искусства. Нет, вернее, как раз первый раз у меня было такое ощущение, что я покидаю это было перед входом в галерею. Ты не пускал пустую галерею. Но у меня был перформанс 20 сентября 1995 года перед Европарламентом в Страсбурге, где как раз там он был как-то связан с убийством английских коров. Я был привязан к теленку. Это была такая чистая политическая территория. У Европарламента, полиция, вот там идут депутаты, которые решают, как же нам грохнуть 5 миллионов существ, которые каждый весит по 500-700 килограмм. Куда деть столько трупов? Давайте построим во всем офисе Англии, так сказать, 2000 крематориев. А, это коровьевышевство. Построили 4000 крематориев, и они работали, так сказать, несколько месяцев, сжигали 5 миллионов коров. Значит, такой акт, и я предложил, ну, в общем-то, не важно, что я предложил, мое предложение было отвергнуто, я был подвержен опять допросу, но для меня это была абсолютно художественная акция, ну, которая, как бы, эмоция имела, как бы, какие-то политические события. А в чем ваша акция тогда заключалась перед Европарламентом? Ну, смысл был в том, чтобы, я просто перекрыл вход в Европарламент, был привязан к теленку, как собака, выбежал. А. Вот туда, но тут, это он длился 5 минут, переехало очень много полиции, вот, теленка отдельно, меня отдельно, увезли, как бы, на какие-то там экзекуции. Дальнейшая судьба теленка какая? Мы там договаривались с одним христианином, который не знал, в чем будет дело, и привез теленка на машине. Огромный такой французский, так сказать, пейзанин, который жутко испугался, когда увидел столько полиции, потому что ему была такая идея, что мы там защищаем просто сельское хозяйство, вот, и права фермеров, что, в общем-то, правда, вот, отчасти, вот, и он решил просто поддержать художника, молодых, он никак не думал, что кто-то будет выступать, делать что-то противозаконное. Но это во Франции обычная традиция, там есть этот антиглобалист, Жозе Баве, который, вот, они регулярно французские фермеры на Елисейские поля выводят скот там. А, ну да, да. Все это такое типичное. Это в этом отношении. А, скажите, возвращаясь к вопросу о правах животных, о стирании, вы не вегетарианец? Я был вегетарианцем до рождения дочери. Долго. А вот он перестал париться. Мне ламы сказали, конечно, есть можно все, что угодно в этом мире. Главное, делай благое пожелание. Если же это что-то выше тебя ты съел, ты посветлися. Если ты шел, ты съел ниже, чем ты, пожелай ему, так сказать, подняться до твоего уровня через тебя. Это сочетается с вашей вот идеей сравнения, равнения человека и животных? То, что человек может есть животных? Ну, как бы, у меня же даже был перформанс, живу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok